Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Насенька на заднем фоне, бегают ребятишки, а здесь где-то, где-то спит Мирончик. Сегодня выпуск будет посвящен Краснодару. Мы не так давно переехали в Геленджик, а до этого почти год прожили в Краснодаре. Оттуда уехали, слава богу, и сегодня в этом выпуске хотим вам рассказать и поделиться нашим опытом, почему Краснодар – это не наш город, и нам он не подошел. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, ставьте лайки, пишите комментарии, и погнали! Сначала бы хотелось начать с этой истории, почему Краснодар. В Краснодар мы переехали, чтобы родить и встать на учет по беременности, так как рожать в Сочи я не хотела. Нашла в Краснодаре первый частный роддом на Кубани, почитала отзывы. В общем, меня все устроило, все условия для родов, которые они предоставляют, были очень классными, и поэтому мы решили переехать в Краснодар. До этого мы жили в Сочи, мы там взимовали, прошли 8 месяцев, и из Сочи путешествовать было совсем неудобно. И учитывая, что у нас совпала беременность, роды, мы так подумали, посмотрели карту, изучили, и поняли, что из Краснодара будет идеально путешествовать по всему нашему берегу, гонять в Крым, ездить на Кавказ, до Москвы недалеко, также можно кататься и в Сочи, и изучать места на нашем серпантине, который идет в Сочи. Также, если нужно, при желании можно всегда сгонять, например, в ту же Абхазию. Мы так подумали и решили, что почему бы Краснодар не сделать своей базой, снять там большую квартиру с хорошим ремонтом в нормальном районе, и начать там просто пускать корни. Собрали вещи и переехали. О нашем переезде мы снимали достаточно выпусков, можете перейти на канал и посмотреть все эти видеоролики. Но прожив там год, мы поняли, что город, нет, нам не подходит. Я не про роды, мы успешно родили, наш маленький спит в коляске, мы на море, мы в Геленджике, из Краснодара. Мягко сказать, мы бежали, потому что город безумно надоел. Это что касается автомобильных путешествий, но помимо автомобилей, там есть аэропорт, из которого можно улететь, в принципе, куда угодно. Так мы и летали в Турцию, именно из Краснодара, причем покупали очень дешевые билеты. И очень мало по времени, час 45 всего летит, меньше, чем из Москвы на час. Ну, естественно. Первый момент, с которым мы столкнулись, это сильная жара летом, невыносимая просто. Она такая, не такая, как в городах, где есть море в южных, потому что все-таки море и ветер с моря, как сейчас, оно не дает задыхаться от такой жары, как в Краснодаре. Тем более, еще плюс я беременная была в тот момент, то эта жара вообще не переносилась. Ты выходишь на улицу, ощущение, что ты выходишь в баню. Да, чтобы понимали, как только ты выходишь из подъезда на улицу, из-за того, что плотная застройка в Краснодаре, ты попадаешь словно в парилку, вот прям в буквальном смысле слова можно париться. И самое интересное, что даже вечером обычно везде понижается градус, да, все равно немного. А в Краснодаре, то есть ты даже вечером после захода солнца выходишь, а это все равно стоит вот эта баня. То есть ты даже вечером не спасешь, и там в каждой квартире обязательно несколько кондиционеров, иначе просто не выживешь. Поэтому летом мы просто постоянно путешествовали, катались, и буквально домой приезжали на несколько дней, чтобы, так сказать, выдохнуть, передохнуть, постирать вещи, собирали снова манатки и снова уезжали. И отсюда как раз вытекает второй минус, что вроде бы казалось море очень близко, различных достопримечательностей близко, вроде горы близко. Но по факту летом сильнейшая жара, сильнейшие пробки, и близкое море превращается в абсолютное нежелание ехать к морю. Смотришь по карте, ехать буквально там 100 километров. Ну, по сути, 100 километров можно проехать за полтора часа. А по факту получается, что добираешься ты часов 5-6. И, конечно же, нам, как людям, которые любят море и горы, добираться до моря 6 часов, ну это просто вообще трындец. Так как нам будет интересен Краснодар посмотреть весь полный год, особенно посмотреть, какая же все-таки южная зима, насколько она теплая. Именно Краснодарская. Именно Краснодарская, да. В Сочи-то мы проходили, ее в Краснодаре не видели. В Сочи-то мы зимовали, да. И мы как раз январь-февраль-март прожили. Мы январь-февраль из зимних месяцев прожили в Краснодаре. Это были очень снежные месяца. Плюс ко всему снега было настолько много, а убирать его было некому. С этим было связано опять проблемы выезда куда-то. Мы просидели дома практически эти месяца, да, никуда не выезжали. Гулять там некуда было, потому что мы любим гулять только на природе, а как таковые только парки остаются, да, городские. Но туда, чтобы поехать, всегда это пробки, особенно если не выпадет снегопарк. Это опять-таки, да, смотрим на предыдущий пункт, это бесконечные пробки, город стоит мертво. Остается только во дворе гулять с детьми, больше нигде. Конечно, это все надувался, этот шарик надувался, он просто лопнул, и мы поняли, что не-не-не, невозможно, невозможно лично нашей семье жить вот в таком городе. Из-за того, что Краснодар быстро развивается, очень много всего строится, высоток этих жилых человейников. Естественно, в Краснодаре мало где есть нормальные дороги, из-за всего этого в Краснодаре очень пыльно. Ты можешь дома убраться, открыть окно на проветривание, и у тебя дома уже будет такой слой пыли. Съездил на мойку, помыл машину, утром выходишь к машине, а на ней уже слой пыли, а на утро уже снова грязная. Конечно, мне, как любителю автомобилей, это не совсем комфортно, тем более после Сочи, где машину вообще моешь там раз в год. И в Краснодаре ощутить такое, конечно, было не совсем вау. Нам много кто писал по поводу того, ой, да у вас там район, как бы вы не тот выбрали. Мы много где были в Краснодаре, много смотрели районы. И в любом случае, даже как хвалят, например, район Панорама, мол, типа парк Галицкого рядом, летом в парке Галицкого гулять невозможно, потому что очень сильно жарко. Ходить постоянно и гулять, ну мы же про себя говорим, почему нас не устроил этот город. Ходить постоянно гулять в один и тот же парк, в нашей концепции, нашей жизни тоже не подходит, потому что мы, в принципе, живем в одном городе 3 месяца, нам надоедает, и мы уезжаем. Поэтому, что касается районов, неважно, какой район мы бы выбрали. Да, где-то было бы, возможно, получше с точки зрения реки, но опять-таки, летом в Краснодаре нигде не покупаешься, везде запрещено, шашлыки тоже нигде не пожаришь. Это есть дискомфорт для нашей семьи, я думаю, что и для большинства вас. Что касаемо минусов, насколько мы знаем, например, слава богу, мы не столкнулись, мы уехали, до сих пор еще мало что начало цвести на юге в этом году, но так как у нас с Артемом мы реагируем на пыль, почему мы тоже уехали, опять же, такие, с Краснодара, потому что нам дышать там с Артемом было нечего, у нас есть реакция, да, аллергическая на пыль, и еще есть на цветение. С чем многие сталкиваются в Краснодар, переехав, это с аллергией на амброзию, и вообще, в принципе, южноцветущий город, там много на что может быть аллергия, поэтому аллергикам тоже там не особо комфортно жить, так как мы склоны, нам всегда спасало море, да, весной, мы всегда, мы в Сочи жили, с 18-го года мы начали возить Артема на период цветения к морю, и у нас вообще эти проблемы исчезли. Единственный короткий период был в Сочи, когда Мимота, когда цвела, это февраль, январь-февраль, вот. А в целом, в принципе, да, ну, конечно, только возле моря, поэтому тоже такой для нас весомый минус, что нам там оставаться было нельзя, на весу чуть более. А еще одна такая причина для многих может стать весомым минусом, чтобы не переезжать, это касается деток, да, много очень новостроек, много людей переехало за последние несколько лет в этот южный город, но нехватка садов и школ там очень на высоком уровне, в том плане, что сады и школы все переполнены. И нас это, конечно, бы не коснулось, потому что мы в целом не планируем отдавать в государственную школу, возможно, в альтернативную какую-то, и, скорее всего, это семейное образование в нашем случае. Ну, я знаю просто по рассказам многих мамочек из Краснодара, что переполнены очень сильно детские сады и школы. Вот это тоже будет огромным минусом для многих людей. Еще подводя итоги, я хочу вам сказать следующее, что прежде чем в своем городе продать недвижимость и переехать в Краснодар, приедьте обязательно в этот город, снимите здесь квартиру. Они недорого стоят. Да, приценитесь, присмотритесь к какому-то определенному району и года, одного года, полного цикла вам хватит понять, стоит ли вам переезжать туда или не стоит. Поэтому, друзья, мы собрали чемоданы, забронировали квартиру себе в Геленджике и переехали в этот прекрасный город к морю. Нам самое главное, чтобы были горы, водопады, реки и море. Мы природные люди, у нас в нашей жизни это должно быть. Подписывайтесь на канал, потому что мы сейчас здесь показываем, как жить здесь, куда ходить, где гулять. Путешествуйте вместе с нами, поддерживайте выпуск лайком, пишите комментарии. Мы с вами прощаемся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok